Настал момент показать дом, в котором я живу последние пять лет. Вот это двор с таким видом. Вот, собственно, дом, и сейчас мы заходим. Так, что открывается нашему взору? Это салон, сейчас мы к нему перейдём. Это кухня. Кухня испанцев обычно небольшая, просто используется для готовки. Они на кухне не кушают, кушают они в салоне. Вот ещё по пути туалет для гостей. И вот так вот выглядит салон, в котором расположен стол. Сейчас я там обучаюсь и работаю онлайн, поэтому там вот такой немножко хаос. Здесь есть закрытая терраса, и там далее терраса с видом на гору, но там не убрано, поэтому сейчас я её показывать не буду. Итак, поднимаемся на второй этаж. На втором этаже расположены две комнаты. И ванная. Давайте сначала посмотрим ванную. Всё очень компактно, ничего лишнего. Комната. Всё очень-очень-очень компактно. Всего лишь зеркало, две тумбочки, встроенные шкафы, и больше ничего сюда поставить нельзя. Огромным минусом является, что испанцы поставили шкафы вот сюда, а можно было туда поставить кровать, чтобы открывался вот этот прекрасный вид. Но, к сожалению, чтобы посмотреть на это всё, нужно выходить на террасу. Ты мне дашь снять твою комнату? Ясно. Ничего. Итак, идём на третий этаж. Здесь место для глажки. Здесь терраса. Раньше это была открытая терраса, но сейчас она закрытая, с окнами. И вообще, это моя зона для творчества. Здесь обычно я снимаю видео. Вот. И она с шикарнейшим видом. Сейчас очень солнечно. С вот таким вот видом на гору панорамным. Это общая зона, общий бассейн. Вот терраса первого этажа и второго этажа. Ночью здесь очень красиво. Если говорить о минусах и плюсах этого дома, то однозначно плюсом является расположение. Он расположен в трёх минутах пешком от супермаркетов, в пятнадцати минутах пешком от моря и в пятнадцати минутах пешком от центра города. Также здесь прекрасный вид. Его можно сдавать посуточно и зарабатывать на нём, ну, где-то 10 тысяч евро за сезон. Если говорить о минусах, очень неудобно. Нету собственного кабинета. Невозможно переделать ремонт, чтобы что-то разбить, какие-то стены, потому что всё сделано насколько компактно и без возможности поменять что-то. Также недостаточно места для хранения тех же велосипедов, для хранения каких-то чемодан. Очень неудобно подниматься постоянно на второй этаж, потому что на первом этаже нету спальни, ты постоянно что-то забываешь, поэтому постоянно поднимаешься, спускаешься и за день ты очень от этого устаёшь. Этот дом отличный для отдыха и отличный для дачи, и отличный для инвестиций, но он никак неудобный для того, чтобы проживать это в доме круглый год. Кстати, ещё огромным минусом этого дома является то, что нету вентиляции, и каждый год в доме появляется плесень, поэтому нужно его постоянно красить, либо же ставить какие-то супер батареи, чтобы его прогревать. Подписывайтесь на мой канал, если вы ещё не подписались, задавайте интересующие вас вопросы в комментариях, и до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok